То, что большинство пострадавших в ДТП детей пассажиры, говорит об одном. Учить правила дорожного движения нужно с родителями, которые по непонятным причинам ими пренебрегают, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье своих детей. Случай в Чупряково еще раз это подтверждает. Информация о том, что ребенок ежедневно перебегает пять полос оживленной трассы, попала в 10-й батальон совершенно случайно. Выяснилось, что девочка спешит на школьный автобус. По указанию командира, по распоряжению, у нас стоит там экипаж, в утренний период мы пропускаем эту девочку. Она одна единственная. Ну, вы хотите удивляйтесь, хотите нет, но сами представьте, если не дай бог, какая-то машина не успеет остановиться. Информация о ребенке, который каждый день рискует оказаться под колесами автомобиля, из школы не поступала. Да и родители, судя по всему, не сильно волнуют, как их ребенок добирается до образовательного учреждения. Только совместная работа может изменить ситуацию. К такому выводу пришли участники круглого стола. Потому что дети-то не понимают, а родители, по ходу дела, не понимают. Ну, сразу они отпускают своих детей и не контролируют, как они переходят проезжую часть. Я думаю, нужно здесь в общей части проводить занятия с родителями, в большей части. Рейды «Детское кресло» проводятся госавтоинспекторами четыре раза в месяц. Их цель – не выявить и наказать как можно больше нарушителей, а убедить родителей, что только в специальном удерживающем устройстве перевозить ребенка безопасно. Большая работа была проведена в Кубинке. Там Одинцовскому отделу ГИБДД удалось повысить дисциплину. А в Старом городке пока родители борются со штрафами, пренебрегая безопасностью. Мы чуть-чуть перешли в этом месяце на Старый городок, именно по Кубинке остановлюсь. Там вот раз-два проводим, ситуация вообще никак не меняется, как там детей чуть ли уже там не под сидение засовывают, лишь бы не покупать это кресло. И это надо доводить именно, я не знаю, там попросить некие нарезки роликам родителям показать, именно по результатам, что бывает, правильно? Пусть они там заплачивают, пусть что-то сделают, но, может быть, это как-то повлияет. Кроме того, представители сразу нескольких школ пожаловались на многочисленные нарушения скоростного режима на дорогах, расположенных в непосредственной близости от образовательных учреждений. По мнению присутствующих, эту проблему может решить установка видеокамер. Представители ГИБДД пообещали в этом посодействовать.